Добрый день, друзья! Мы продолжаем серию наших интервью, посвященных просвещению в отношении деятельности специалиста социальной работы. И у нас в студии гость. Ксения, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Меня зовут Ксения Писная, директор благотворительных проектов Международного Союза помощи и поддержки пациентов. Ксения, наши абитуриенты, интересуясь содержанием деятельности специалиста социальной работы, достаточно часто высказывают сомнения и предположения о том, кто данной деятельностью может заниматься. И, собственно, является ли тот вход, который они сейчас будут осуществлять, единственным, исключительным и не позволяющим им возможности для маневра. То есть, речь идет о том, что, осуществляя образовательный выбор, является ли этот выбор, ну, как единственным и неизменным. Вы знаете, мне, наверное, этот вопрос не совсем ко мне, просто потому что я тот человек, который учится постоянно. Мне действительно это нравится. То есть, я, получив одно образование, поняла, что мне не хватает психологического образования. А сейчас я понимаю, что мне как раз не хватает самого самого социального образования. И я хочу, пользуясь бакалавриатом психолога, как раз поступить в магистратуру на социального специалиста. То есть, мне кажется, когда человек растет, мы в любом случае, возраст 18 лет, мы не можем понять, как нас потом перевернет в жизни, что нам будет действительно интересно. И когда я поступала, я вообще не знала, что такое некоммерческий сектор. И такого направления, как отдельная структура, его, в принципе, не было. И долгим путем я пришла именно в некоммерческий сектор. А мне кажется, это самое близкое направление как раз к социальной работе, потому что это прямое взаимодействие с людьми, это максимальное оказание помощи. И при всем при этом это постоянное развитие себя в абсолютно всех направлениях, которые тебе могут быть интересны и важны для того, чтобы твое дело процветало и приносило максимальную помощь. То есть, вы, по сути дела, ответили именно на тот вопрос, который я задавала, хотя изначально декларировали, что вы не тот, кому его стоило бы обращать. И речь идет о том, что нельзя научиться впрок, осуществляя на определенном этапе своей жизни образовательный выбор, вы его будете осуществлять не один раз. Конечно. И в чем преимущество образования, связанного со специальностью социальная работа? Это максимально широкий охват тех возможных сфер социальной деятельности, которые вам позволят реализоваться, ну и вот в том числе в процессах, связанных и с благотворительностью, и с волонтерством, и с организацией досуговой активности. И в этом смысле мысль, что образование на старте, оно, если хотите, создает вам некоторые ориентиры, да, и базис. А в процессе вашей профессиональной деятельности вы имеете и даже, если хотите, будете обязаны осуществлять образовательные достройки. И тот вариант, который предлагает социальная работа, он максимально широкий. И, на мой взгляд, если Ксения со мной согласится, он дает нам возможность к нему пристроить еще много других образовательных траекторий и в них уже развиваться профессионально. Я бы хотела сказать о том, что социальные работники, то есть это самая специальность, здесь самое главное, что это общение с людьми, это те самые коммуникативные навыки, которые нужны в абсолютно любой сфере. Да, то есть некоммерческий сектор социальной, те, кто, как я его вижу, ну, со своей сейчас деятельностью в НКО, это организация какого-то колоссального концерта на 300 человек. Да, у нас там есть волонтеры, но волонтерами необходимо руководить. И в любом случае это менеджмент, да, и социальный работник, это менеджер, это не конечная точка процесса. Это как раз он тот человек, который выстраивает максимально комфортное для всех, и для благополучателей, и для волонтеров, да, и для сотрудников, которые привлекаются за денежные средства. Это тот человек, кто может все это вместе объединить и создать процесс максимально комфортный для всех. И, насколько мне кажется, это как раз относится к той специальности, о которой мы сейчас говорим. Ну, абсолютно напрямую и те образовательные стандарты, и то содержание образовательных программ, по которым идет подготовка специалистов в РНИМУ, это ровно про то, о чем вы говорите, это про управление социальными процессами, социальными проектами, социальными рисками, тем, что избежать в нашей жизни сейчас фактически невозможно. То есть мы не можем сказать, что есть какой-то контингент населения, какая-то часть населения, которая обойдет или окажется вне связи с этой деятельностью. И, да, зачастую это определенные категории, ну, например, связанные с ситуациями, сложными жизненными ситуациями, со сложными жизненными обстоятельствами, которые в какой-то момент их, может быть, успешной, может быть, даже сверхуспешной жизни делают беспомощными, или они сталкиваются с обстоятельствами в предшествующем опыте, которых просто нет. А значит, обращение к тем, кто умеет, кто знает, как этим процессом управить, дает возможность не только сэкономить силы, но и пройти эти обстоятельства с наименьшими потерями. И, на мой взгляд, вы и ваша деятельность, вот ясный образец того, что каким бы сильным, успешным ни был человек, он не гарантирован от встречи с обстоятельствами, которые потребуют или которые предполагают участие, профессионального участия специалиста социальной работы. И, может быть, вы каким-то примером и со своей профессиональной деятельностью проиллюстрируете то, как это реально проживается. Как это реально проживается? Ну, так как у нас Международный союз с помощью поддержки пациентов, одно из направлений – это как раз взаимодействие и маршрутизация экологических пациентов. Вот это уж точно никто не заставит. Это как взрослые, да, так и дети. Соответственно, когда человек сталкивается с обстановкой диагноза на моменте кабинета врача, действительно, у него рушится абсолютно вся жизнь, и непонятно, что делать, куда идти, и каким образом вообще осуществлять свою жизнь дальше. То есть многие просто не теряют силы на какие-то решения. Мало того, что это происходит самим человеком, это происходит абсолютно со всей семьей. То есть жизнь абсолютно всей семьи встает на паузу. И да, у нас есть горячая линия, мы также приезжаем и в больницы, взаимодействуем с семьями, и взрослые к нам обращаются. Первый момент, опять же, для чего на самом деле я бы хотела поступить как раз в магистратуру, опыты и психолога, и навык, скажем так, бытового навыка, наработанного годами, он есть. Очень важно понять, с какой целью к тебе приходит человек, потому что иногда у самого пациента действительно уже выстроена картина маршрутизации, и он очень четко идет по этой дорожной карте, но родственники находятся в гораздо большем стрессовом состоянии, помогать и действительно спасать и поддерживать психологически, с помощью эмпатии, необходимо именно родственников. То есть очень четкое понимание, с каким запросом к тебе обращаются, и кому конкретно нужно помочь, чтобы всей семье стало легче. Это как раз про вас. Я хочу сделать в том смысле, который вы сейчас для нас обозначили, для меня очень важный аспект. На самом акцент, на самом деле, какими бы резонами вы не осуществляли свой выбор профессиональный, выбирая образование по специальности социальная работа, вам все равно у себя нужно нащупать, найти, определиться с этим, а я имею в виду эмпатию. То есть это сектор, который профессионально ориентирован на субъектное взаимодействие, на взаимодействие людей, двух людей, множество людей, но это всегда про взаимодействие с людьми. И это про те обстоятельства, в которых людям нужна помощь, нужны ориентиры, нужна координация. Но если это осуществлять без адекватного, эмоционального, то скорее лучше не нужна, потому что дать, навязать или запихать тебе вот эту самую помощь и поддержку, и многие скажут, не надо. Я хотела бы немного не согласиться. Не согласиться в том, что совершенно разные должны быть люди, и эти люди должны быть совершенно разными психологическими внутренними настройками. Потому что один момент, когда ты общаешься напрямую с этим человеком, то здесь тебе, конечно же, необходима эта самая эмпатия, необходим альтруизм. Но если в команде есть люди, кто не готов взаимодействовать так, но они, например, могут собрать нужных волонтеров, а иногда бывает, что нужно очень быстро найти и организовать добровольную помощь высококвалифицированных психологов, психоаналитиков. Это совершенно другой уровень общения. Такие коммуникации тоже важны и в некоммерческом секторе. Когда вы можете, поняв потребность группы, необходимо взаимодействовать не с будущими благополучателями, а с теми узкутскими специалистами, кто нужен для этих людей. И умение договариваться с ними – это тоже коммуникативные навыки. И такой человек в команде тоже нужен. Здесь эмпатия, она же бывает, вот прям вот видеть котенка. Не, не, эмпатия – это не просюсюканье. Эмпатия – это отражение эмоционального переживания другого. И не тогда, когда мы идем на поводу этого переживания, иногда очень глобально, а тогда, когда мы можем его переориентировать и владеем этим ресурсом, переориентировать его на конструктив. И вы говорите совершенно верно, но фактически о том же, что имела в виду я. Мы не можем ориентироваться в нашей профессиональной деятельности только на эмоции. И это, я абсолютно уверена, вред и для самого человека, и для той деятельности, которую он осуществляет. Но при этом мы не можем осуществлять эффективно профессиональную деятельность в секторе человек-человек, если у нас нет, если хотите, вот этого простого, ясного уважения к тому, что есть человек. И даже если он ошибается, заблуждается или просто слабый. И то, о чем вы, на мой взгляд, по существу сделали акцент, помимо вот этого эмпатического посыла, который, конечно, желательно, я бы хотела даже сказать, важно, чтобы присутствовал в профессиональном выборе, мы все равно в деятельности говорим это про организацию. Деятельность – это про то, чтобы скоординировать, обеспечить взаимодействие, ну, вот управить тем содержанием и тем качеством процесса, в который включен специалист. И вот эти акценты, которые вы сделали, Ксения, на мой взгляд, хорошо ориентируют, по крайней мере, мне они слышатся хорошими ориентирами в выборе. Я прошу вас несколько слов, ну, вот как слова на путстве. У нас такой обычный финал. Как слова на путстве. Я действительно желаю вам на данный момент понять, что вам хочется. Всегда понимать, что куда бы вы ни пошли, жизнь сама аккуратно подтолкнет вас к каким-то дополнительным курсам, о повышении квалификации. И вы найдете себя обязательно. Чем действительно мне нравится эта сфера, в которой я в итоге оказалась на данный момент, это то, что я могу развиваться в абсолютно любом направлении. То есть, отработав 14 лет в подборе персонала, да, я там доработалась до директора. Ну, дальше, в принципе, уже идти было некуда. То есть, на данный момент, если мне необходимо развивать соцсети, я могу заняться СММ, да. Если мне необходимо организовать вебинар, то, да, соответственно, я нахожу целую команду людей, кто может мне организовать ту самую комнату. И работая в этой ситуации, ты, принимая какого-то человека с его проблемой, ты, с одной стороны, понимаешь, что эту проблему, да, надо решить, но не погружаясь в нее, как правильно сказали, мы ни в коем случае не уходим в нее головой, ты находишь колоссальное количество вариантов ее разрешения. У тебя всегда находятся силы, у тебя всегда находятся нужные люди рядом, кто тебя поддержит, помогут. Поэтому, мне кажется, надо просто держать, искать себя. И хочу отметить по поводу как раз такого некого финансового состояния, то, что сейчас очень активно развивается социальное предпринимательство. Это такая некая абсолютная коллаборация коммерции и благотворительности. Здесь точно так же необходимо променять все возможности, которые у вас есть, складывать из этого социальный правильный бизнес, который будет помогать колоссальному количеству людей, и поможет вам точно так же развить себя в абсолютно любом направлении. Я бы так сказала. Спасибо. Спасибо, Ксения. Благодарю, друзья, за внимание. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok